Всем привет! В этом видео я расскажу о том самом компоненте ПК, выбору которого практически никто не уделяет достаточного внимания. А если быть точнее, то сегодня будет топ лучших вентиляторов для корпуса и кулера диаметром 120 и 140 миллиметров. Казалось бы, что тут выбирать, покупаешь любую модель и не знаешь печали, но не все так просто. Особенно внимательным надо быть при сборке дорогого игрового ПК. В нашей подборке будут вертушки на любой вкус, а ссылки на них мы оставили в описании вместе с промокодом на скидку. Поехали! В бюджетном сегменте одним из лучших решений будет вентилятор Deepcool X-Fan на 120 миллиметров. Это супер доступная модель, которая подойдет для недорогих сборок. У нее нет автоматической регулировки оборотов и антивибрационной прокладки. Девайс подключается к материнской плате через трехпиновый коннектор. В комплекте есть переходник на Molex. Длина кабеля 25 сантиметров. На корпусе выбиты две стрелки, одна из которых указывает направление потока воздуха, а второе – направление вращения лопастей. В конструкции используется гидродинамический подшипник скольжения. Уровень шума за счет этого практически минимальный 23,7 дБ при скорости вращения в 1300 оборотов в минуту. Максимальный поток воздуха может достигать 43,5 кубических футов в минуту или CFM. Подсветки здесь нет, вентилятор можно смело прятать в закрытых корпусах без стеклянных панелей. Ну а до того, как перейти к следующей модели, я хочу попросить вас подписаться на канал и нажать на колокольчик. Этим вы очень поможете развитию нашего проекта. AeroCool Cosmo 12 – единственный вентилятор в подборке, имеющий подсветку. Его наверняка оценят любители кастомизации внутреннего пространства системного блока. Тип подсветки FRGB используется 18 светодиодов по периметру корпуса. Вообще, это достаточно бюджетный вентилятор. В характеристиках ничего особенного, диаметр 120 мм, а толщина 25. Регулировки оборотов нет ни в ручном, ни в автоматическом режиме. Отмечу опять же низкий уровень шума, не превышающий 24 дБ. Воздушный поток в 26,2 CFM слабоват, как и максимальная скорость вращения в 1000 оборотов в минуту. Для корпусов с игровым железом, которое требует высокого уровня охлаждения, данная модель не подойдет. А что вы думаете об этой вертушке? Приобрели бы себе такую? Поделитесь своим мнением в комментариях. Arctic P12 PWM PST – одна из самых популярных моделей 120-мм вентиляторов на рынке. Существует достаточно большой выбор ее различных модификаций. Есть версии с подсветкой, и без нее мы остановились на последней. Можно также приобрести комплект из трех или пяти вертушек, значительно сэкономив. Это будет один из самых выгодных вариантов для тех, у кого в корпусе имеется достаточно места под такое количество вентиляторов. PWM в названии символизирует поддержку регулировки оборотов как в ручном, так и в автоматическом режимах. Подшипник гидродинамический, поэтому можно очередной раз отметить низкий уровень шума. Здесь он составил всего 22,5 дБ в максимальной нагрузке. Воздушный поток на 1800 оборотах в минуту 56,3 CFM. Антивибрационной прокладки нет, но конструкция моторчика продумана таким образом, что этой самой вибрации здесь практически не возникает. Резюмируя, скажу, что P12 от Arctic – один из лучших выборов среди 120-миллиметровых вертушек, который подойдет в систему для любых целей, будь то игры или тяжелые рабочие задачи. Кстати, хочу напомнить про наш Телеграм, там регулярно публикуются актуальные топы и обзоры на компьютерную тематику. Мы оставили ссылки на него в описании, советую перейти и подписаться на канал, чтобы ничего не пропустить. В середине топа сегодня Big White Pure Wins 2, а если быть точнее, то модификация этого вентилятора со 120-миллиметровым диаметром и с поддержкой ШИМ или PWM. Как и во многих других популярных линейках вертушек, производитель предусмотрел широкий выбор различных версий данной модели. Есть вентиляторы с другим диаметром от 80 до 140 миллиметров, а также high-speed модификации с увеличенной скоростью вращения и воздушным потоком. Мы остановились на обычной версии, которая отличается невероятно тихой работой. Шум едва превышает 20 дБ, в этом плане конкурентов у Big White практически нет. Скорость вращения здесь составила 1500 оборотов в минуту, максимальный воздушный поток – 51,4 CFM. Подшипник с винтовой нарезкой должен отработать как минимум 80 тысяч часов, если верить производителю, это более 9 лет. Упомянутый ШИМ позволяет контролировать скорость работы вертушки с помощью средств материнской платы. Данная модель подойдет название «Универсальная» и может быть использована в любых сборках. Кстати, Big White дает еще и гарантию на 3 года. А если вас заинтересовал этот или любые другие вентиляторы из подборки, то заглядывайте в описание, там есть ссылки на все девайсы. Мы переходим в сегмент 140-мм вертушек, который открывается очередной моделью от Arctic P14, со все той же поддержкой ШИМ. Пару слов о технологии PST, которая также упоминается в названии устройства. Она позволяет объединять вентиляторы в одну цепочку и подключать их к одному разъему на материнской плате. Это очень удобно в конфигах, где используются две и более вертушки. Что касается других характеристик, то отмечу пресловутый гидродинамический подшипник и низкий уровень шума в 22,5 дБ. Воздушный поток в 72,8 CFM значительно превышает показатели 120-мм моделей. Скорость вращения может настраиваться в диапазоне от 200 до 1700 оборотов в минуту. Вертушку можно смело использовать как в любых корпусах, так и в системах охлаждения, будь то воздушный кулер или СЖО. Следующая модель на очереди IceGale Extra на 140 мм от Iceberg Thermal. Это один из самых мощных вентиляторов на рынке, обеспечивающий отличное охлаждение для всех компонентов в корпусе. Одной из его главных особенностей является использование шарикового подшипника качения. Наряду с максимальной скоростью вращения в 2500 оборотов в минуту и впечатляющим воздушным потоком в 169 CFM уровень шума может достигать аж 47 дБ. Это достаточно большой показатель, значительно превышающий аналогичные значения всех остальных моделей в сегодняшней подборке. Впрочем, такой уровень шума достигается лишь в максимальной нагрузке, что на практике случается не так часто. Да и чаще всего пользователь будет в это время сидеть за компьютером в наушниках. Отмечу, что на углах конструкции вентилятора установлены антивибрационные накладки. А еще можно выбрать несколько вариантов расцветки корпуса. Подсветки, как все, наверное, догадываются, здесь нет. Ну и завершает сегодняшнюю подборку премиальный вентилятор NF-A14 PWM от Noctua. Эта модель значительно отличается по стоимости от своих конкурентов, конечно же, в большую сторону. Самое время разобраться, за что приходится доплачивать. Диаметр вертушки 140 мм, а толщина 25. Скорость вращения регулируется за счет поддержки шим в диапазоне от 300 до 1500 оборотов в минуту. Как и у предыдущей модели, на углах корпуса установлены антивибрационные резиновые демпферы. В конструкции используется модернизированный гидродинамический подшипник с магнитным центрированием. Отсюда и минимальный уровень шума даже на максимальной скорости. Предельный воздушный поток составил 82,5 cfm. Вертушка отлично подойдет и для корпусного монтажа, и для систем охлаждения процессоров. А еще производитель дает гарантию на 6 лет. Стоит ли это все двойной переплаты по сравнению с конкурентами, решать только вам. Я лишь могу подтвердить, что Noctua NF-A14 PWM подтверждает свое звание тихого и надежного вентилятора. Итак, пришла пора закругляться. Напоминаю, что в описании под видео есть ссылки на все модели, попавшие в топ, а также промокод на скидку. Буду очень признателен, если вы оцените ролик лайком и подпишитесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик для получения уведомлений. Напишите в комментариях, какая вертушка вам понравилась больше всего, ну а мне придется вас ненадолго покинуть. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok